Доброе утро, девчонки и мальчишки! Я так хорошо выспалась, что постала бы ещё! Меня вчера так срубило, я даже не дождалась, а Лешера сработает. Просто это последствия того, что на рыбалку очень рано утром встали. И вчера набегались. И я сегодня так кайфую, что нам ехать никуда не надо. Я всё делаю медленно. Ну то есть я не сижу весь дело, дела делаю, но я никуда не спешу. Это кайф, когда вот такой там нервничать, бегать. Сегодня, кстати, дождя нет, но у нас дикий ветрюган. У нас всё уже, тепла больше не будет. Там по прогнозам типа плюс 10 дальше. Я уже начала убирать куртки наши. Вот эти вот все демисезонные, ну такие тонкие, которые надо. Убовь Лешеру убрать свою я уже убрала. Короче, сегодня надо сменить гардероб. И ещё мне надо отфоткать Лешеру его луки, потому что мы перебирали его гардероб. И я ему составила кучу разных прикольных комплектов. Ну типа говорила, смотри, вот эта футболка подходит к таким штанам, а сюда ещё такую куртку. Прошёл там, ну нет, не месяц, мы это весной делали. Короче, прошло лето. И Лешер сейчас. Я не знаю, что у меня в гардеробе. Я не знаю, что мне надеть. Ну то есть он хочет одеться красиво, а не треники и чёрная футболка, как он любит. А он такой, а я не помню, как. Сфоткай мне образы. В общем, вот у меня на сегодня или на завтра будет цель перебрать его гардероб опять и составить ему комплекты. Что с чем носить. Буду развлекаться. Вот. Хотела вам показать. В общем, папа привёз с дачи, они там порядок наводили. И папа привёз альбом с моими детскими рисунками. И это такая прелесть, я вам две картинки покажу. Это такая милота, смотрите. Это рисовала я. Что примечательно, рисовала я, когда мне было 7 лет, у меня родители в этот момент как раз разводились. Посмотрите, какая гармоничная картинка. У меня всё отлично с настроением. Когда я смотрю фильмы, где у главного героя разводятся родители и там страдает ребёнок, я это никогда не понимаю. Потому что я себя чувствовала хорошо, у меня всё равно было ощущение целостной семьи. Смотрите, папа самый большой, мама поменьше, причём мама в юбке, как ни странно, мама юбки не носит моя. Это я такая вот симпатичная. И это наша собака Дори. И вот теперь посмотрите, кто о чём мечтает. Значит, Дори мечтает о том, что ей нужна косточка. Я хочу велосипед, мама хочет платье, а папа хочет отдохнуть на кровати. У нас это просто была семейная байка, что папа любит лежать на диване и типа ничего не делать. Так вот, я в 7 лет уже рисовала, что папа мечтает отдохнуть. Ну, его все утомили. Это я точно на даче рисовала. Это, видите, идёт слон, идёт дождь. Вот тут это написано Африка. А это Россия. Это я не знаю, кто. Я вот этот альбом сохраню. Он классный. И Новый год ещё нарисован. Тоже. Папа, мама, я, Дори. Уже такая Дори более красивая. А нет, знаете, почему она более красивая? Дори, наверное, мне бабушка помогала рисовать. Похожа на её стиль рисования. И опять, Дори мечтает о косточке. Я мечтаю полететь в космос, вероятно. Мама, я не поняла, что это. Вот как вы думаете, что это? На мой взгляд, это то ли солнышко в окне, но тогда что это сверху такое странное? То ли это духи с изображением солнышка, но это тоже как-то странно. А вот о чём мечтает папа, я так и не поняла. Что это? Кто знает? Ревизионная антенна? Тарелка? Что это вообще? В общем, такие вот классные мы. Вот такие у нас у всех уши красивые. А у мамы это не уши, это у неё наушники были. Я помню, она вместо шапки носила такие вот эти вот, ну, меховушки. Я ей очень завидовала, потому что мне хотелось ходить тоже зимой без шапки, а мне не разрешали. Вот у меня выросла, возможность такая появилась. Сейчас я теперь надеваю шапку плюс 10. Вот старость и радость. Вот такие вот классные картинки. Артемию там куча всяких каких-то маленьких конструкторов. Мозаик, он сидит, развлекается. Чувствует он себя хорошо, у него, единственное, нос заложен. Вот. Ну и сопли идёт, кашляет. Я думаю, надо ему побольше нос попромывать. Уже посмотрела в этом чате садика. Дети, сегодня 6 детей вышло одновременно в сад, которые заболели за пару дней до Артемии. Ну, видимо, прошла неделя вот эта, когда можно без справки выйти. Вот у меня ребёнок в четверг может выйти без справки, потом уже надо идти к педиатру. Я очень надеюсь, что ему вот сейчас двух дней хватит, чтобы долечиться и уже пойти снова. Потому что всё как бы уже идёт на уболь. Вот. И ещё надо купить какие-то тетради для... У них там уже подготовка к школе начинается. Вот. Они там типа писать должны, учиться, считать и прочее. Вот. И я только не понимаю, что надо купить, потому что я не была на собрании, оно было в пятницу. Я его, естественно, пропустила. И надо мне сейчас конкретно спросить, что. И мы сходим, поищем ближе. Ну, у нас книжная есть, вроде там говорят, есть эти тетрадки, надо купить. Вообще в садике там предложили доп. кружки ребёнку. Ну, я говорила, я уже не могу выбрать. Там и подготовка к школе есть тоже. Но надо ли его? Честно скажу, вот прямо сейчас мы ничем не занимаемся. Он играет целыми днями сам, слушает всякие развивающие штуки, конструирует что-то из лего, рисует как бы. Ну, я не заморачиваюсь. Буквами мы всю весну занимались. Азвуку иногда читаем. Но вот я вижу, что его пока не зажигает. Я жду, потому что я не люблю вот это вот насиловать, тем более в таком возрасте. Я хочу дождаться, пока ему самому будет интересно. Это вот произойдёт. Но я в 4 года уже читала. Вот он меня пока ещё не читает. Ах, ну а в 4 года читать не очень нужно, если честно. У Кузьмы пришли анализы. Я только не знаю, это все или не все. У него вроде 3 пробирки брали. Не знаю, надо тут написать им письмо, спросить. Короче, вот эти два показателя нам были очень важны. Мочевина и креатинин. Они повысились по сравнению с тем, что было летом. Это значит, что почки продолжают отказывать. Вот. Остальное осталось примерно такое же. Неплохо, но вот-вот. Короче, эти показатели растут. И, видимо, коту плохо именно из-за этого. Но сахара, я уже говорила, мы проверяли. Диабета у него нет, давления нет. То есть он просто чувствует себя, ну знаете, как будто отравился чем-то. Потому что вот эта вот фигня в крови бродит, почки не выводит. И вот оба животных сейчас у нас на корме. Собака уже стала лучше себя чувствовать. Кот перестал орать и меньше вороть со стола. Он лучше наедается этим кормом. Хотя вот, ну буквально пару раз давала. Он прям поест и уходит спать довольный. Но я четко ему граммовку прям на весах вывешиваю, чтобы не перекормить ничего. Так что буду пока кормить кормами. Вот такое железо. Я теперь буду пить. Хемоплет. Тут не только железо, но и куча-куча всего. И вообще тут написано пить по три штуки за день. Ну я, слушайте, немножко засмущена, потому что здесь витамин В12. Вот в такой дозировке 40 тысяч, 41 тысяча процентов ежедневной нормы. А у меня как бы В12 там было выше нормы в прошлый раз. Поэтому я буду пить пока одну штуку. А вот я попросила Артемия. Он рисовал. Я говорю, нарисуй меня, а ты меня никогда не рисовал. Ну в общем, вот это папа, он самый высокий, как сказала Артемия. Это я, сказала мне Артемия. У меня самая большая голова, он обратил на это внимание. А это вот Артемий. Видите, даже рука у него тут прорисована. Вот это вот. Это Рекса. А вот это вот Кузя. Сохраню на память первый рисунок такой полноценный. Девочки, извините, что я сегодня сижу. Вот просто на одном месте я позанималась спортом. Я не могу, у меня ворубает эта погода такая. Короче, программа мне монтажная обрезала во вчерашнем влоге. Все самое интересное вначале я рассказывала. Я из-за Кузьмы вчера ничего не успевала, потому что этот кот снова написал ночью, куда не надо. Я, значит, с утра встала, убралась. Он тут, ну, при входе в кухню написан. Я не заметила, что эта лужа затекла под стол. И включила утром робот-пылесос. Хорошо, я практически сразу заметила, думаю, что он такой мокрый размазывает. Короче, я потом разбирала робот-пылесос, мыла запчасти хлоркой, потом снова их мыла. Потом я отмывала пол, я отмывала стол, я отмывала стул. Но потому что все это всю ночь стояло в этой луже. Вот, блин! Короче, я была как в этих сериалах, где вот у человека пылесос там размазывает что-нибудь нехорошее по всей квартире. Это вообще не прикольно, абсолютно. Потому что эти там фильтры вымыть и прочее. Хорошо я сразу это увидела. Поэтому, ну, я мыла только щетку, по сути. Там вытрясло мусор, ничего не пропитался, запах этот. А если бы я это не увидела, мало того, что он мне размазывал бы это по всему дому, то мне бы потом пришлось бы запчасти просто для пылесоса покупать, потому что некоторые фильтры из него мыть нельзя. Ну, в общем, это все самое интересное и обрезалось. Я вот не понимаю, почему это так иногда происходит. Удивительное рядом просто. Да, он просто обрезал. Я сейчас просто открыла вот эту штуку. Просто отрезал, у меня кусок. Писит меня эта программа. Короче, я монтирую, потом в Premiere Pro. Вот так вот. Я не знаю, почему ее глючит периодически. Но, честно скажу, она у меня хакнутая. Поэтому летом, помните, у меня косяки были. Сейчас тоже бывает, но я их замечаю и справляю быстренько. Тут интернет быстрый, можно быстро перезагрузить влог. Вот, а там я просто не могла. Пардон, ребята, пардон. Я невнимательная была, утомилась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...